Добрый день еще раз, уважаемые слушатели Директ Академии. Рада приветствовать вас на своем вебинаре «Интерактивная рабочая тетрадь преподавателей иностранных языков». Для чего нужна, как создать, в каких сервисах и как использовать в разноуровневых группах или в группах разного уровня. Хорошо ли меня видно и слышно? Потому что у меня написано нестабильное интернет-соединение. Нажмите, пожалуйста, плюсики, огонечки, если вам хорошо видно и слышно меня. Такой вот технический момент, да, вмешался на самом старте. Хорошо, спасибо, вижу. Надеюсь, что далее все будет хорошо. Итак, давайте сегодня поговорим, что такое интерактивная рабочая тетрадь и для чего она нужна. И какой должна быть хорошая интерактивная рабочая тетрадь. Все мы в своей работе, вот все преподаватели, пользуемся различными учебно-методическими комплексами или просто учебниками. Но время от времени возникает ощущение, возможно, оно вам тоже знакомо, когда кажется, что того, что есть, вроде бы недостаточно. Нужно какие-то дополнительные материалы отыскать или разработать самим. В общем, как-то дополнить тот материал, с которым вы работаете. Хорошим выходом здесь может быть разработка интерактивной рабочей тетради. Для всего ли вы курса сразу затеете ее делать. Или, может быть, для какой-то отдельной темы. Или даже под какую-то конкретную задачу. Развитие какого-то языкового навыка. Аудирование, говорение, письмо, может быть. Это актуально и тем, кто работает со взрослыми, которым нужен профессионально ориентированный английский. Этот инструмент хорошо работает и с детьми, которые хотят изучать английский просто или другой иностранный язык, просто дополнение к своему основному школьному курсу. Также очень хорошо использовать рабочие тетради для тех ребят, которые не имеют много времени. Например, спортсмены, музыканты, которые могут заниматься очно, систематически, только лишь урывками, нерегулярно. В таком случае нужно какое-то объемное, структурированное, системное задание-навигатор, которое поможет ему дойти из точки А в точку Б, той цели, которую он ставит в своем обучении. Итак, какой же должна быть хорошая рабочая тетрадь? Ну, во-первых, она работает на развитие навыка самостоятельного обучения, то есть воспитывает привычку работать самостоятельно. И чем старше ребенок, тем больше может быть этот объем самостоятельно освоенной информации. Среди старшеклассников, например, можно уже применять при дополнительных занятиях формат перевернутый класс, когда большая часть материала прорабатывается самостоятельно, а на аудиторные занятия выносятся какие-то моменты, которые затруднительно проработать одному. Например, говорение подготовленное, неподготовленное, ролевые диалоги, составление диалогов, монологических высказываний с опорой на развернутый план и так далее. Во-вторых, хорошая рабочая тетрадь повышает мотивацию к изучению предмета. Каким образом? Когда ребенок успешно приводит какой-то кусочек материала, да, какой-то небольшой, пускай, такой раздел, у него создается ситуация успеха, потому что, например, вот работая интерактивно, онлайн, он сразу же получает моментальную обратную связь. Молодец, ты выполнил 100% правильно или 90% правильно, он тут же получает свою заслуженную похвалу. Во многих сервисах можно настроить выполнение онлайн-упражнений, дополнить их вот такой вот обратной связью, поощряющей. Потом он, выполняя задания интерактивные, он сосредоточен на том, что он уже сделал, да, в чем он уже преуспел, а не сколько там всего ему предстоит сделать. Поэтому это тоже помогает ему получить вот это вот ощущение успеха, успешности. А когда у тебя есть какой-то пусть небольшой успех, то остальной большой путь преодолевается гораздо легче, быстрее, веселее. Далее. Возможно даже развитие навыков творческой работы, потому что современные механики интерактивных заданий подразумевают творческую работу ребенка. Можно настроить такие механики, как рисование, нарисуй, да, дополни уже имеющийся текст или картинку своими элементами. Поэтому почему бы и нет, почему бы и не поработать творчески, да? Дети это любят. Хорошая рабочая тетрадь сочетается, никак не противоречит вашему основному ОМК или учебному пособию, она его только дополняет. Это вспомогательный инструмент прежде всего. Далее. С точки зрения преподавателя тоже есть большое количество плюсов. Вы экономите время и усилия на вот эту механическую работу. Проверку, проверку, еще раз проверку. Потому что большая часть механик интерактивных упражнений подразумевает моментальную автоматическую проверку и моментальную обратную связь. Есть, конечно, задание открытого типа. Например, написание письма или запись голосового сообщения, которое требует вашего личного персонального внимания. Но опять же, это не такой большой объем по сравнению с традиционными рабочими тетрадями и учебными пособиями. Еще один большой плюс – это ваши разработки, ваши уникальные упражнения, поэтому списать с интернета ответы у них уже не получится. Они это прекрасно знают, что это ваша собственная разработка и что здесь зависит все только от них. Пускай работают самостоятельно, потому что они у нас с вами уже избалованы бесконечными ГДЗ, чатами, ботами, которые генерируют ответы не только на вопросы по английскому или по другому иностранному языку. Они решают задачи по алгебре, по физике, они пишут сочинения, эти боты и искусственный интеллект. Поэтому что-то такое разработать свое очень даже неплохо. Еще сформулировать так, чтобы искусственный интеллект не превзошел интеллект человека, пишущего это задание, выполняющего это задание. Интерактивная, вообще-то хорошая рабочая тетрадь одинаково хорошо работает и в онлайн, и в оффлайн формате. И ближе к концу сегодняшнего мероприятия я покажу, как можно соединить онлайн с оффлайном в своих печатных рабочих тетрадях, которые вы будете создавать. Так, прочие преимущества. Рабочая тетрадь, направленная на решение какой-то точечной проблемы, может стать источником пассивного дохода преподавателя. Каким образом? Ее можно разместить на какой-нибудь площадке. Например, сейчас есть ресурсы, где преподаватели делятся своими разработками, и их скачивание доступно за небольшое количество денег, но тем не менее, как говорится, курочка по зернышку. Во-вторых, вы можете разместить его на своей личной страничке, например, ВКонтакте, в качестве товара. Отрекламировать, красочно оформить, и разработав ее один раз, вы будете получать с нее дивиденды довольно-таки долго. Ваши ученики могут ее приобретать в дополнение к своему основному курсу. Дальше, ваши разработки, конечно, играют на пользу вашей репутации, да, как педагога, как методиста, поэтому, конечно, иметь такие разработки надо. Они не только помогают вам в работе. Один раз вы на них время потратите, да, но потом они будут помогать вам еще долго, работать будут на вас во многих направлениях. Также с одной рабочей тетради может начаться ваш собственный авторский курс, ваше собственное учебное пособие, учебное или практическое пособие. Почему нет? Вы можете его перевести в печатный вид, опубликовать. Это и репутационная составляющая, это и ваше личное профессиональное достижение, которое, конечно, надо фиксировать. Я вот, например, восхищаюсь преподавателями, которые все свои разработки так или иначе публикуют, рассказывают о них, делятся, поэтому они понимают, да, ради чего они работают, что они делают, чего они уже достигли. Поэтому это очень даже хороший инструмент во всех отношениях, как мы уже видим. А теперь давайте перейдем к конкретике. Какие задания включить в интерактивную рабочую тетрадь? Наверняка из курса методики все помнят типы упражнений, да, какие бывают рецептивные, репродуктивные и продуктивные. Там есть еще подвиды, да, возможно, вы меня поправите в чате, могут по-разному называться, они формулироваться. Есть подвиды, переходные между первым, вторым, вторым и третьим, но основные виды они такие. Тут у меня некоторые сформулированы по-английски, потому что я уже привыкла формулировать задания на английском языке. Если кто-то из присутствующих не владеет английским языком, я, конечно, сейчас поясню, все переведу. Итак, мне нравится выстраивать комплекс заданий таким образом, чтобы ребенок прошел путь от распознавания каких-то слов и фраз, идентификации простой, до выхода в свободную речь, до практического применения, потому что таким образом он получает конкретный, измеримый результат в ограниченное количество времени. Он отслеживает, и мы отслеживаем его прогресс. И его усилия, он видит, что они были не просто так, они практикоориентированы, все его знания можно применить на практике. То есть мы показываем, смотри, чему ты научился. В конце, в начале, например, ты только мог читать и с трудом переводить половину из этих слов, а сейчас ты уже мастерски жонглируешь им в письме или в монологе, или даешь интервью на эту тему. Посмотри, как вырос твой словарный запас, сколько ты уже всего можешь сказать на чужом языке, который ты до недавнего момента вообще не знал. Это же очень здорово. Я всегда им говорю, всегда их хвалю, потому что это действительно потрясающе, когда тебе открывается новый язык, новый менталитет, новые горизонты. Это в любом случае полезно. Может быть, даже не все из нас поедут за границу учиться, работать, жить, но нам очень пригодятся нейронные связи, которые у нас развились во время изучения языка. Поэтому детям об этом всегда напоминаю. Итак, первая группа упражнений – это упражнения рецептивные. От слова «восприятие». Сопоставление слова и картинки здесь у нас может быть. Возможно, мы прочитали какой-то текст в начале темы, рассмотрели какой-то комикс, и там мы встретились с рядом незнакомых для нас слов. Сначала мы их сопоставляем с какой-то картинкой. Такие задания, может быть. Или слово с определением. Не секрет, что на определенном этапе изучения иностранного языка лучше не пользоваться переводом на русский, лучше пользоваться определениями, синонимами или даже иногда антонимами, чтобы объяснить то или иное новое слово. Поэтому можно сопоставлять слово и его определение. Послушай и выбери слово или картинку, соответствующую этому слову. Пожалуйста, развивай навыки восприятия на слов. Прочти предложение или текст и ответь на вопросы, которые вы заранее для него заботливо составили. То есть, чтобы он вновь и вновь возвращался к этому тексту, изучил его до таких малейших деталей, что у него просто не остается другого выхода, как все это усвоить и запомнить весь языковой материал. Мне, например, очень нравится, как это делается в серии PREPARE. Это многоуровневый учебный комплекс для подготовки к разным экзаменам. Но его можно использовать и просто для углубленного курса. Мне он очень нравится. Там как раз вот это очень хорошо реализовано. Дальше. Репродуктивный. Потихонечку начинаем уже что-то воспроизводить. Пусть пока все предложение практически за нас написано в задании. Нам остается вставить туда только какое-нибудь одно словечко из тех, что мы активно заучиваем. Пусть нам нужно только из готовых слов, как из кубиков, собрать предложение. Пусть так, но мы уже потихонечку начинаем готовиться к третьей части, к продуктивной. Составляем словосочетания, сопоставляем вопросы и ответы. Все эти виды деятельности готовят нас к нашей конечной цели, к выходу в подготовленную, а потом и неподготовленную устную или письменную речь. И вот мы вплотную подошли к третьему типу заданий, который стоит включать в интерактивную рабочую тетрадь. И я попозже расскажу, каким образом это нужно делать. Свой авторский взгляд. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Вы можете делать как-то по-другому. Итак, продуктивное интервью. Каким образом это можно устроить? Если вы занимаетесь в формате перевернутый класс, ученики большое количество материала проходят сами, вы на очное занятие аудиторное можете вынести такой вид работы, как интервью. Сейчас это очень распространенная вещь. Очень много блогеров-интервьюеров знаменитых существует, которые берут интервью у знаменитостей, у людей, которые просто делают новостную повестку дня сейчас. И мастерски задают вопросы, чтобы вытащить из человека его суть, его действительно внутренний глубокий взгляд на интересующую аудиторию темы. Вот и мы. Давайте дадим детям возможность продумать вопросы, которые бы они задали, например, какой-то звезде, какой-то популярной личности, инфлюенсеру. А другой, пускай, сыграет роль вот этого инфлюенсера. И они пообщаются в рамках той темы, которую вы закончили. Например, тема образования. Можно же уйму всего придумать. И про необходимость школьной формы можно поговорить. И про то, какой должна быть школа будущего, какие технологии сейчас существуют в обучении. Все это можно затронуть и вынести на аудиторное занятие. Получится интереснейшее занятие. Дальше монолог. Когда просто каждый человек продумывает свой авторский взгляд на какую-то проблему и выносит его на суд аудитории. Аудитория может задавать ему потом вопросы, спорить. Отличное развитие навыков в ведении дискуссии. Мы не только изучаем язык, но и учимся взаимодействовать. Получаем важные soft skills, которые в будущем будут просто бесценны. Написание эссе. Это достаточно сложный вид работы. Требует масштабной подготовки. Но, тем не менее, можно его на определенных этапах уже включать в свою постоянную работу. Эссе может быть по какой-то проблематике. Может быть, аргументативное эссе, когда нужно провести несколько аргументов за или против какого-то явления или утверждения чьего-то. Пожалуйста. Пишем письма. Особенно актуальны при подготовке к государственным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Без них у меня не обходится ни одна тема. И проекты. Я знаю, что сейчас многие школьники бы мне сказали несколько ласковых слов про то, как они устали от проектов. Но мы можем сделать проекты немножечко другими, более интересными. Например, возьмем тему, вот недавно мы проходили с ребятами, home safety, безопасность дома. Какие могут быть опасные приборы, чем они могут быть опасны, как надо вести себя дома, если остался один и что-то случилось. И мы готовили буклеты, которые по ситуации, по заданию можно было бы раздать своим одноклассникам. И ребята нашли где-то шаблоны, как сделать этот буклет. Нашли интересные картинки. Оформили красивый текст. Я поражаюсь, как вообще в средней школе, в средней школе, там ближе к старшим глазам, вообще такое возможно. Я такого не умела делать до недавних пор. Я только недавно узнала, где взять шаблон буклет, и как его сверстать самой. А они в 13 лет, в 14, умеют уже то, что я научилась делать около 40 лет. Вот это прям вообще было потрясающе. Они сами были очень с собой довольны. И занятие, конечно, прошло на ура. Итак, как быть с разноуровневыми группами? Те, кто имеет опыт работы в частных учебных центрах, наверняка часто сталкиваются с разноуровневыми группами, потому что таким образом объединяются люди, объединяют администраторы таким образом. или просто так создается ситуация по времени, по дням недели, что все люди заняты, могут ходить только так. И мы получаем кого-то с весьма начальным уровнем языковых навыков. Кто-то уже выходит… Да, шаблоном буклета поделюсь. Кто-то уже приходит таким достаточно хорошо подготовленным. Вот как с ними быть? Если вы читали, покупали, скачивали так называемые teacher's books, книга для учителя, в различных методических комплексах они доступны, то там есть задания дополнительные. Например, fast finishers. Кто быстрее всех закончит то или иное задание, чтобы он не сидел просто так. Или для flyers, для тех, кто все усваивает на лету, кому нужно больше вызова, больше сложности. Я в таком случае делаю следующим образом. Я создаю какую-то одну разработку по теме для всей группы и включаю туда задания первых двух типов, которые все могут выполнить, с которыми все могут справиться. И тем, кому нужно более сложный, больше вызова в изучении английского, я для них создаю отдельную разработку с заданиями, с открытым ответом. Кто-то выполняет одну основную, эту рабочую тетрадь, кто-то выполняет сразу две. И тем, кто находится на более низкой ступени владения языком, им всегда интересно и всегда это очень вдохновляет слушать тех, кто ведет интервью, рассказывает свой монолог или делает какой-то доклад. Это тоже подстегивает своеобразно. Но такие задания с открытым ответом, конечно же, требуют вашего индивидуального внимания, вашей проверки и обратной связи обязательно. Обратная связь – это очень-очень важная вещь для ребят с любым уровнем подготовки. Сейчас расскажу историю из личного опыта. Однажды я проводила собеседование с одним из потенциальных кандидатов на должность в моем отделе. Когда-то давно, в прошлой жизни, я руководила отделом в исследовательской компании. Вот пришел ко мне молодой человек, и я его спросила, что у него не заладилось, почему он ушел с предыдущего места работы, потому что он занимал неплохую должность. Он сказал, что отсутствие обратной связи, потому что ты работаешь, и ты не понимаешь, как ты работаешь. Хорошо ли, плохо, что надо сделать, что надо улучшить. То есть нахождение в вакууме даже для взрослого мужчины, психологически устойчивого, было тяжело. А что уж говорить о детях. Поэтому обязательно даем всем обратную связь. А теперь переходим к чисто практической части нашей встречи. Какие сервисы можно использовать для создания интерактивной рабочей тетради? На нашем YouTube-канале, на канале Директ Академии, уже есть запись встречи о том, как создать рабочую тетрадь в сервисе Canva. Поэтому я не буду повторяться. Я сразу прокомментирую другие сервисы и как их можно применять. Во-первых, это в знании. В знаниях можно создать задания по типу drilling, несколько типов заданий. Там много механик на выбор. И затем, используя функцию распечатать, собрать PDF-документ для проработки тех или иных слов по той теме, которую вы изучаете. К сожалению, тип заданий assessment, сейчас он немножко по-другому называется в новом рабочем кабинете. Он недоступен к распечатке. Не получается так сделать. По крайней мере, я этой функции там не вижу печать. Поэтому сохранить в PDF не получится. Только онлайн доступ. Дальше есть хороший сервис. Он уже русифицированный. Это Learning Apps. Там тоже очень много механик для создания онлайн-упражнений. Единственная проблема – вы не сможете отследить, вам не придет уведомление о том, что Васенька или Машенька закончили упражнение с таким-то результатом. А в знание такое приходит вам уведомление в вашем личном кабинете. В Learning Apps нет. Но можно попросить детей присылать скрины с выполненными заданиями. Или встраивать упражнение с Learning Apps в ваш комплекс на взнаниях. Это можно делать. Там есть функция, мы попозже о ней поговорим. Дальше. Miro или Miro, по-разному все его называют. В нем можно создавать хорошие Mind Maps. Когда вы только начинаете изучать какую-то тему или уже заканчиваете, подводите итоги, систематизируете, там очень хороший инструмент есть Mind Map. Вы ее можете сохранить в удобном формате и использовать в том числе в печатном виде и вставлять, встраивать на знание тоже, насколько я помню, это можно делать сейчас. Например, тема путешествия, название видов транспорта, потом слова, связанные с пребыванием в отеле, с разными видами отдыха, с разными видами размещения. Очень-очень много всего можно разделять на под темы и вот эти слова помещать на одном листе. Это будет очень полезно. И последнее Wordwall. Тоже сервис, где доступны очень много заданий. Банк заданий готовых просто огромен. Плюс еще, произведя определенное ухищрение, можно вписаться в платную версию, оплатить платную версию. Я платила недавно, по-моему, в районе 2000 рублей за год. И в составе группы товарищей я тоже там делаю свои разработки. В конце поделюсь ссылочкой. У меня там разработки по нескольким направлениям имеются. Так, идем дальше. Примеры. Это вот как раз как можно создать печатную версию, если она вам необходима. Так, тип задания слова. Это когда мы заучиваем слова. И задания. Там, где они у нас выполняют задания с готовым ответом, на выбор, на сопоставление задания с открытым ответом. Вот для слов, для дриллинга, есть возможность распечатать, то есть сохранить в формате PDF. Как это делается? Вот, пожалуйста, создаем задание. Вот. Я для примера создала по теме образования, по учебнику Вербицкой и Макмиллан для подготовки к ОГЭ. Создаем. Дальше. Выбираем принт. Внизу листа, видите, распечатать. Потом в поле принтера выбираем «Сохранить как PDF». И он у нас сохраняется на компьютере у вас в том месте, куда вы обычно все загружаете. Интерактивный урок доступен только в онлайн-версии. Можно наполнять его любыми заданиями из списка, дополнять картинками различными. Пожалуйста. В том числе я включаю задание экзаменационного типа на словообразование, где надо изменить как-то слово и напечатать его в специальном поле. Дальше. Там можно использовать запись голоса. Там же на госэкзаменах есть задание, где нужно прочитать отрывок научно-популярного текста. Вот, пожалуйста, можно сделать текст, нажимая на кнопку, они две минуты его читают. Все как на экзамене. Также задание на чтение. Подобрать заголовок к каждому абзацу, к каждому отрывочку текста. Вот мы добрались до механики «Эмбед», когда мы встраиваем ссылку со стороннего ресурса в нашу интерактивную рабочую тетрадь, где уже имеются какие-то другие ваши задания. Посмотрите, там на слайде может быть немножечко мелковато, но если скачать презентацию, будет хорошо виден список сервисов, с которых вы можете встраивать. Это и Genial, и очень популярный. У нас и Google Docs, и Miro, пожалуйста, или Miro, Quizlet, WorldWall. Все, все звезды здесь. Все собрано. Каким образом это можно сделать? Ну, например, я хочу строить это с WorldWall. Создаю там задание, выбираю это задание. Вот видите, внизу под окошечком с игрой есть «Эмбед», да, строить. Так, дальше. Копируем появивший HTML код. Через нажатие кнопочки «Копия» она автоматически скопируется. Вставляем в специальное поле на ваши разработки во знаниях. И, пожалуйста, можно пользоваться. Для печатных версий можно использовать QR-код. Теперь это тоже доступно. Достаточно под вашим заданием на WorldWall, например, нажать кнопочку «More», «Еще», и у вас появится опция «QR-код». И вот, пожалуйста, этот QR-код вы можете размещать в своей печатной, рабочей тетради или методичке. Человек наводит камеру телефона, переходит по ссылке и выполняет задание. И вам, соответственно, остается только каким-то образом это проконтролировать. Это каждый уже договорится со своей аудиторией учеников по-своему. Итак, сейчас я, наверное, отвечу на вопрос, где взять шаблон буклета. Шаблон буклета есть в, по крайней мере, двух уже действующих версиях Microsoft Word. Там, где вы заходите в документ, открываете программу, есть вкладка «Файл» и, по-моему, «Создать». Не «Открыть» и «Создать», а «Создать». У меня всегда бывает выбор. Сделать простой документ Word. Или по одному из шаблонов. Там доступны не все шаблоны. Какие-то надо покупать, скачивать с сайта. Это платно. Но буклет бесплатен точно. Я еще в 2021 году, когда только начинала работать как самозанятый преподаватель, сделала себе свой собственный буклет. Сверстала. Вставила туда картинки, текст и распечатала на соответственного качества бумаги. И получилось почти как в типографии. Поэтому рекомендую попробовать его. Если еще какая-то нужна мне продукция, справочная или дополнительная для продвижения, я пользуюсь с сервисом Flyvi. Сейчас я напишу в чат его название. Подписка на него платная. Это аналог конвы, но который доступен без VPN. Там есть версия бесплатная. По-моему, там ограничено либо ограниченное количество креативов, как на Word. либо количество шаблонов, которые вы можете делать. Стоит она порядка 300 рублей в месяц. Это платная версия. Но там можно создать и рабочие листы, красиво оформить, и логотип вы можете своей студии или своего кабинета создать. и что можете визитные карточки сделать, и презентацию вы там можете сделать, свой собственный шаблон с вашими фирменными знаками. Пожалуйста. Там очень много всяких возможностей и достаточно внушительный банк уже готовых каких-то шаблонов, изображений, текстур, фактур и так далее. Я еще сама не все возможности изучила, но пока то, что есть, мне очень нравится. Я создала логотипы для своей собственности, и я сделала рекламные листовки там. И рабочие листы делала тоже ребятам для уроков на Хэллоуин. Сейчас вот еще на Рождество думаю, что-то сделаю обязательно. Вот, поэтому пользуюсь случаем рекомендую. Итак, как и обещала, здесь адрес моих разработок на WordVol я их делаю по нескольким направлениям. Это ОГЕГ, Prepare и Family and Friends, по которому я работаю с Young Learners, с ребятками изначальной и ранней средней школы. Там где-то больше, где-то меньше активности, их разделение по папкам весьма условное, но я распределила так, как мне удобно. Если перейдете по ссылке, там, наверное, все и увидите. Практически все они опубликованы, мне не жалко, я делюсь, буду только рада, если кому-то пригодится, потому что сама тоже пользуюсь иногда чужими готовыми, когда вдруг во время урока возникает какая-то спонтанная необходимость, а у меня такой разработки нет. Здесь делюсь источниками вдохновения на сегодняшнюю встречу, почему я решила именно этой темой озаботиться и заодно подготовила еще одну интерактивную рабочую тетрадь под это дело. То есть очень полезно провела время со всех сторон. Так, и сейчас, я думаю, самое время спросить у вас, есть ли какие-то вопросы ко мне по содержанию сегодняшней встречи. Можно задать в чате или в специальной вкладке вопросы. А пока я вас призываю поставить огонечек, если хотя бы что-то из того, что я сегодня для вас подготовила, рассказала, было вам полезно. Может быть, там сильно нового чего-то не было, но возможно было забытое старое, что вы будете использовать в работе. Может быть, я кого-то вдохновила на создание собственных интерактивных разработок. Я очень этому рада. Так, вижу огонечки. Большое вам спасибо. И последнее, ссылка на наши соцсети. Это группа ресурсного центра иностранных языков, методистом которого я являюсь. Мы там публикуем различные интересности и полезности бесплатные из книг, которые представлены в нашем ресурсном центре. У нас там огромная подборка литературы, профессионально ориентированной. Есть вузовское направление, есть СПО. Также мы развиваем онлайн курсы для многих направлений. Там уже порядка 20 сети курсов готовых. Но это не в соцсетях, это на сайте ресурсного центра иностранных языков. Все ссылки на сайт и ссылки на книги, на их скачивание, приобретение тоже есть. Если кого-то какие-то книги заинтересуют, окажутся полезными, кто-то посмотрит на отрывочки и скажет «О, мне вот это надо», мы будем очень-очень рады. Если вопросов нет, то я на этом нашу встречу заканчиваю. Желаю всем вдохновения в работе, сил и с наступающим Новым годом пусть он будет для вас успешным и счастливым. Всем здоровья, успехов в работе, всего самого наилучшего вам и вашим ученикам, конечно. Всего доброго, до свидания. До свидания.